Привет дорогие мои, с вами Дега Лариса и сегодня у нас обзор тональных средств из новой коллекции OnColor. Самый верхний оттенок это фарфоровый 388.05, следующий 388.06, затем 388.07 и 388.08 темный беж. Как по мне все оттенки темные, фарфоровый, давайте растушим, темный, я пользуюсь слоновой костью летом, и вот этот темнее, чем стандартная слоновая кость, как по мне. Темный, темный. Темный, да он растушевывается и конечно становится мягче, но он не светлый, он все равно темный, для меня он темный. Второй оттенок, слоновая кость, ну он теплый, он не холодный, если этот можно назвать холодным, и даже он уходит куда-то, в персиковый, да, Туня? Есть тут персиковый, какой тут розовый какой-то, да, есть подтон вот здесь? Да, розовый подтон, такой холодный, да. То вот этот прям вот теплый. Вот такой вот с рыженькой. Ну темный, для девочек, которые прям очень темненькие, смугленькие, загореленькие. Кстати, достаточно плотное покрытие, вот я растушевываю, и у меня не складывается ощущение, что легкое покрытие. Ну и вот самый темный, это темный беж. Перекрывает хорошо, я скажу, вот у меня светлая кожа, автозагар. Да? Да. Он нежирный, приятная текстура по ощущению. Достаточно плотное покрытие, мне кажется. Плотный, темный. Как-то очень темная палетка. Очень, да. Прям не хватает еще три тона светлых. Решили нанести фарфоровый оттенок на кожу. Да. Видно вам было, да? На мне сейчас есть тональная основа. Вот ее видно, я вижу. Ну, желтоватый все равно подтон, хотя на руке он розовым казался. На лице я вижу желтый, и мне надо его осветлять. Он желтеет однозначно слоновой кости, точно не фарфор традиционный. Ну, в принципе, растушевывается. В принципе, растушевывается, я так скажу. Растушевывается и немножко подстраивается, да. Да, немножко подстраивается. Вот я в увеличивающее зеркало смотрю, где придраться ко всему можно. Он растушевался, он подстроился. Плотное покрытие. Хорошая маскирующая, выравнивающая способность. И растушевывается. Средняя плотность у него. Обычно в этой серии более легкие тоналочки. Здесь средняя плотность. Ну, если вы берете слоновую кость, то вот этот фарфоровый можно взять, вот как по мне, да? Растушевался тебе со стороны леднее? Да, он подстроился. Подстроился. Для слоновой кости фарфоровый подойдет. Наносим слоновую кость. Мы вообще-то уже нанесли на другую мою щечку и решили, что вам это тоже нужно показать. Вот видите, она темнее значительно сразу. И тоже она желтит. Коза желтит, да. Желтый такой подтон у нее. Но когда Лариса ее растушевала, она сильно темной не смотрится. Мы были удивлены, она подстроилась. Все-таки она подстраивается, но все равно оттенок темный. Оттенок темноват. Для смуглых девочек, которые беж берут, вот они могут брать и слоновую кость. То есть они, получается, идут на тон... На два. На два? Да, на два. Ну, растушевывается с учетом того, что она темная. Могут быть вообще пятна, по большому счету. Ну, она ровно легла. Да, растушевывается хорошо. Я в свое зеркало не вижу. Вот я тоже. Чтоб оно не растушевалось. Ну, хорошо растушевалось и легла не темным пятном. Неплохое качество, но очень просится парочка светлых оттенков. Очень. Благодарю, что были вместе с нами. До новых встреч. Пока-пока.